Друзья, всем привет! Если вы самостоятельно хотите установить ванну, но не знаете, как это сделать, смотрите это видео. Сейчас будем устанавливать ванну акриловую, угловую, асимметричную. Называется это ванна Малага, правая. Приобреталась она в городе Набережной Челны в магазине Леруа Мерлен. В этом видео я вам покажу, как я делаю процесс сборки ванны, устанавливаю ванную комнату и делаю герметизацию данной ванны. В общем, смотрите, это вам по-любому, когда им пригодится. Почему выбрали мы данную модель? Потому что, во-первых, чаша глубокая, во-вторых, есть сиденье, для тех, кто любит посидеть, а не полежать в ванной, то есть просто помочить ноги. Потом выпуск канализационный находится в углу, у некоторых ванн находится вот здесь вот посередине, это, ну, иногда бывает неудобно, то, что вот это само, вот здесь вот есть отверстие, и то есть там бывает такое переключатель для автоматических сифонов. Как когда вот он находится вот здесь вот с краю, это он никому не мешает, делает свою работу, то есть сливает в углу. Смеситель у нас будет находиться вот в этом месте, вот в этом месте, он уже в ванной комнате, там заранее подготовлен под него отверстие. Когда вы делаете ремонт, совет вам сразу даю на будущее, покупайте ванну или хотя бы выбирайте ванну заранее, потому что вот есть места такие, вот видите, вот здесь вот выпуклость, то есть вот в этом месте смеситель установить не получится, иначе у вас вода будет бить вот в это место. Поэтому самый оптимальный вариант у него находится только вот здесь, поэтому смеситель будет установлен у меня вот в этом месте. В том месте, да, сидение там тоже неудобно, а вот здесь вот у нас изголовье, то есть лежать и где, в том месте, где у нас смеситель будет, тоже как-то неудобно. Так что один единственный вариант это вот здесь. Поэтому рекомендация заранее знать, какая будет у вас ванна. Так вот, есть такая вот инструкция, кстати, я забыл сказать, что это у нас ванна размером 150 на 90, то есть длина у нее 150, ширина у нее 90. Так, каркас у нее вот такой, ну, в принципе, вроде несложная сборка, но есть тоже свои нюансы и моменты. Поэтому смотрите это видео, а я продолжаю собирать ванну. На ванной сверху есть защитная пленка, так что не бойтесь ее испачкать. Защитная пленка снимается после монтажа ванны, и тем самым сохраняется ее блеск и лоск. Так, Галя, здесь снизу ванны есть такое вот усиление, там заложена фанера, ну, то есть к этой фанере мы будем прикручивать саморезы, которые идут в комплекте. Всегда используйте только саморезы, которые идут в комплекте, потому что вы можете ошибиться и взять саморез подлиннее, и пройти ванну насквозь. Либо будет саморез короткий и просто не закрутится у вас фанеру. Поэтому всегда нужно выбирать, а использовать только саморезы, которые идут в комплекте. Перед тем, как начинаем собирать ванну, мы ее переворачиваем. Если смотреть по инструкции, то тут все довольно просто и понятно. То есть две длинные, две поперечные покороче, ну и там еще стойки идут. В общем, это все должно выглядеть примерно вот так. Небольшой совет для тех, кто собирает ванну самостоятельно. Чтобы облегчить себе установку каркаса на ванну, прижмите ванну к углу, и вы уже будете заранее знать стенки, то есть чтобы вот этот вот каркас, он не упирался у вас в стенки и уже был свободно, в свободном таком состоянии. Сразу не фиксируйте гайки для того, чтобы можно было регулировать. И вот эти отверстия, они должны находиться точно вот над этим вот усилением, потому что сюда будут крепиться лапки от стойки. Так, и еще вот это вот, как раз этот момент нам нужен будет, когда ванна вот так вот стоит, нам еще нужно будет установить заранее экран, чтобы установить заранее крепление для экрана, чтобы потом уже ванной нам нужно было просто зафиксировать и не там не пытаться выловить тот момент, как он должен быть установлен. Сразу не фиксируем, сейчас находим то место и уже потом закручиваем саморезы нужной нам длины. Вот тут у нас саморезы есть. Так, это у нас где-то двадцатки. И вот эти вот есть подлиннее, это либо 35-ки, либо 41-е саморезы. Но проверяйте вот так. Если саморез вот чуть-чуть торчит, значит это хорошо. Значит, он как раз рассчитан на ту толщину вот этого усиления этой фанеры, чтобы не пройти ванну насквозь. То есть нужно будет его закрутить просто вот в это вот отверстие. Вот так вот. Монтаж ножки происходит следующим образом. В комплекте идут шпильки. Шпилька на 12 вроде. Для него рассчитаны три гайки. Одна гайка сверху и две гайки зажимают шпильку между собой на трубке. Так, далее идут вот такие вот ножки с пяточкой. Пяточка, она просто вставляется, в свободном состоянии находится. Эту гайку мы откручиваем. И потом уже закручиваем в эту шпильку ножку. Закручиваем ее до конца. Так, закрутили. И мы уже зафиксировали этой гайкой ножку, чтобы она не ходила туда-сюда. Так, и теперь как же нам выставить ножку, чтобы у нас ванна была более-менее по уровню. Ну, хотя бы для начала. Так, это мы делаем следующим образом. Берем каркас для ванны, замеряем его высоту. Высота этого каркаса у нас, ну, где-то 58 сантиметров. Следовательно, нам нужно вот этого борта до края вот этой ножки сделать где-то 60 сантиметров. Ну, там мы возьмем сантиметр два, полтора зазор между экраном и полом, чтобы была там естественная вентиляция. Устанавливаем рулетку на край, на торец ванны и закручиваем шпильку до того момента, пока у нас край ножки не будет 60 сантиметров. Так, вот, подошел край ножки к отметке 60 сантиметров. И теперь мы фиксируем эту шпильку уже, то есть вот эти две гайки мы должны зажать, чтобы зафиксировать шпильку уже в том состоянии, в котором она должна будет находиться. Далее регулировку мы будем производить вот этой ножкой, потому что там уже регулировка пойдет буквально на миллиметры. Там от 5 миллиметров где-то может у нас сыграть, ну, в зависимости от того, насколько ровный у вас пол. Если у вас пол стоит не по уровню, тогда расстояние может быть разное, там от сантиметра до двух и так далее. У нас пол ровный, поэтому буквально миллиметры может даже не придется вообще регулировать ничего. Далее устанавливаем экран на ванну. Вот он, упаковка, вот у него крепление. Крепится эта упаковка на самом экране, потому что экран вы можете брать или не брать, это дело ваше. В данном случае он у нас есть, поэтому мы будем сейчас его устанавливать. Как это будет происходить и такие вот небольшие рекомендации я дам по ходу дальше этого видео, поэтому смотрите видео и запоминайте, запоминайте все. Так, крепление у этого экрана два, то есть он крепится с этой стороны и он с той стороны. То есть где у нас идет радиус, потому что прямые углы примыкают у нас к стене. Так, тут в комплекте идут вот такие шайбы для того, чтобы фиксировать, фиксировать вот эту планку, но смысла от них нету, поэтому можно просто зафиксировать ее на болтах, которые крепили ножку. Субтитры сделал DimaTorzok Обратим внимание, как она должна заходить. Вот так вот происходит крепление, то есть вот этот экран у нас, край экрана зажимается этими зубчиками. Так, и теперь нам нужно выставить уровень. Уровень у нас выставляется следующим образом. Вот у нас здесь уже подошла пластина, то есть вот это крепление сейчас мы просто подгоняем к краю. Краю экрана и все. Теперь у нас установлены все опоры для экрана, и мы можем теперь уже идти устанавливать нашу ванну в ванной комнате. Так, кстати, еще в комплекте идут вот такие вот пластины. Вот эти пластинки мы должны будем приклеить на экран. Для этого нужно отметить местоположение нашего кронштейна. А к самому кронштейну будем прикручивать вот такие вот магниты. Вот это у нас металлическая пластина, вот она к ней будет примагничиваться. То есть вот эту пластину мы клеим к экрану, а вот этот магнит мы прикручиваем вот сюда вот к кронштейну. Ну и теперь после того, как мы ванну уже занесли в комнату, а теперь нам нужно ее выставить по уровню. Сделать это нам будет довольно несложно, так как плитка у нас выложена в уровень, соответственно, мы будем равняться по этой плиточке. Ну, возьмем сейчас какой-нибудь определенный угол и по нему уже выставим все остальное. Установили кронштейны на стену, теперь нам нужно будет насадить на них ванну. Предварительно, конечно, нам нужно снять с этой стороны пленочку, чтобы она нам потом не мешала. Вот она вот так вот снимается. Вот так снимаем. Не всю, а просто задираем вот этот край по километру. Ванна насажена на кронштейн и теперь все. Она уже не будет у нас двигаться, то есть за счет этого кронштейна она будет зафиксирована к стене. Ну, потом уже мы сделаем герметизацию. Вот этот шов, который остался открыт, мы его заполним силиконовым герметиком. Ну, что ж, я думаю, на этом видео о том, как устанавливать и, то есть как собирать, монтировать и устанавливать ванну, можно закончить, потому что, я думаю, все уже понятно. Там уже дело остальное, дело техники. Экран вы сможете сами поставить, потому что я вам показал, как его заранее подготовить, чтобы потом можно было просто его одеть. То есть уже не нужно сейчас мне будет напрягаться устанавливать эти кронштейны, потому что они у меня уже установлены. То есть и экран, соответственно, наденется тоже так же. Ванну выставили по уровню, установили кронштейны на стену, ванна у нас зафиксирована, но вот эту щель мы уже потом заполним силиконовым герметиком, и все, на этом герметизация данной ванны будет завершена. Как-нибудь я вам еще покажу другой вид герметизации, это с помощью керамических уголков, которые продаются отдельно, очень популярно устанавливать такие уголки, особенно в наших ваннах, потому что в нашем городе, я не знаю как в остальных, но ванная комната, они всегда отличаются размером от ванны, всегда где-то 4-5 см остается зазор, ну и поэтому с помощью вот этих уголков можно компенсировать данный зазор и сделать герметизацию ванны. Все, до новых встреч на канале Перестройка, с вами был как всегда Ленар, пока-пока!